Друзья, приветствую! Кирилл из Долгопрудного Московской области прислал посылку в посылке образцы масла Shell Helix HX8 EKT 530. Это масло C3 с допуском Volkswagen 504-507. Вот описание от Кирилла. Тибуан Volkswagen 2018 года с двигателем 1.4 CZDA 150 сил. Ну и результаты лабораторного анализа данного масла и описание от производителя. Вот видите, две баночки, свежая отработка. Вот подписанный я их подпишу поярче. Ну и приступим. Эталон данного масла у меня есть. Я сам его использовал в дизельном ваге. Присылал мне подписчик из Испании такое масло. Сравнивал, кстати, бочковое из Питера и из испанского магазина. Ну и давайте сейчас я тогда сразу проверю с эталоном, сравню свежие. Вот, а потом отработку. Так, прибор захотел сейчас проверить частоту окон, измерить фон. Это необходимые такие калибровочные процедуры периодически, которые он выполняет. Ну и значит уже вот начал он проверку, а я еще не заложил. Небольшое по времени это согласование. Ну и смотрите, что намерил прибор. Значит, противоизносных присадок сто десять процентов. Чуть выше уровень. Гликолин ноль. Значит, кислотный 1,99. В эталоне 1,9 было. Чуть-чуть превышение. Но видите, здесь на десять присадок на десять процентов превышение и практически на те же десять процентов кислотное выросло. И значит, щелочной в эталоне 8,5, а здесь 8,6. Но в принципе, да, это вот погрешность. Даже меньше, нам значительно меньше погрешности. Одна десятая. То есть, как бы сомнений у меня в том, что это данное масло нет. Чуть может или формула, или партия уже там на десять процентов противоизносных. Вот. То есть, все в порядке. Можно приступать к проверке отработки. Как я уже говорил, это Tiguan 2018 года с двигателем 1,4. Значит, это бензиновый турбо. Общий пробег автомобиля 90 тысяч километров. Пробег на масле я посчитал по средней скорости 7300 практически километров и 260 моточасов. Средняя скорость 28 километров в час. Топливо British Petroleum 95. Так, значит, 41 процент по противоизноске. Кстати, на натурбированных моторах очень часто противоизноска сильнее расходуется. Небольшая сажа. В принципе, для такого пробега 0,03 нормально. Так, нарастание кислотного не такое высокое. Тоже, как бы меньше единицы наросло за 260 моточасов. Ну и посмотрите, как хорошо еще щелочное держится. То есть, мотор работает хорошо. Вот единственный момент тут 1330 ппм по воде. Но это может быть уже и сам образец и время забора образца. Там насколько хорошо там, например, выпарили. Если по трассе прокатиться и перед забором там, то скорее всего воды будет мало. Или сделать забор недостаточно прогретом моторе. Почему надо обязательно прогревать и желательно, чтобы мотор час поработал, если вы отбираете там через трубку щупа. Как минимум, да. Так, сейчас сравню вязкость свежего отработки. Ну, видим, что 1,4 вот эти моторы такие достаточно нагруженные. Литровая мощность больше 100 сил на литр. Так, турбина. Даунсайзинг, как называется. Уменьшенный размер. Ну и посмотрите, совсем неплохо. То есть, видно, что машина работает, мотор работает хорошо. Ни гликоля там, ни особенной сажи нет. Ну, сажи это, скорее всего, с трассой связано. Хотя средняя скорость высоковато для города, но низкая для чистой трассы. 28 километров в час. Так, не забывайте отметить видео, подписаться, кто не подписался. Колокольчик нажимайте, чтобы он звенел. Так, и давайте посмотрим прогноз. Ну, прогноз вообще шикарный получился. Ну, мне, честно сказать, самому масло нравилось. Это, наверное, один из самых доступных, который был на рынке. Одно из самых доступных масел с 504-507. Энергосберегающая, Long Life, заявленный, в общем-то, для катализаторов. Ну и посмотрите, 360 моточасов по мощным нейтрализующим свойствам, по нитрованию 428 часов. Ну и с вязкостью вообще никаких проблем нет. Да, кстати, по нитрованию исправный рабочий мотор. Обычно, я не знаю, по наблюдениям там 400-500, значит, моточасов на, выдерживает по нитрованию по воздушному нейрофильтру. Вот. Но, опять же, это зависит от региона, от условий, если ездить по проселочным дорогам, пыльным каким-нибудь, то там, конечно, будет, скорее всего, картина несколько иная. Я считаю, что масло отработало шикарно, отличный вариант, но, к сожалению, скорее всего, Shell помашет нам ручкой. Вот. Читал, что собираются они продавать заправки вместе с заводом. Заправки вроде как хотел Look Oil покупать, но Look Oil, я так понимаю, что не хочет покупать завод, потому что у Look Oil у самого этих заводов, да, хватает. Ну, вот такая ситуация. Такой получился тест. Благодарю Кирилла за предоставленные образцы. Извиняюсь, что такая задержка сейчас накопилось много, сейчас минимум тут 20 образцов. Завал, я не успеваю монтировать, поэтому тут на три недели, и сейчас я пишу, как бы, что временно приостановить подвоз посылок, чтобы разгрести завалы, вот, потому что самого уже напрягает, когда люди долго ждут. Вот. Ну и в ближайшее время будут интересные тесты, уже отснятые, интересные масла, интересные наблюдения, так что оставайтесь. Благодарю еще раз Кирилла. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.